Эти новоселы друг с другом не знакомы, однако многие из их родителей когда-то были дружными соседями. Общежитие сельхозтехники в середине прошлого столетия дало крышу над головой десяткам семей самых разных профессий. Со временем здание обветшало. В конце 90-х его признали аварийным. Люди начали съезжать, в основном по съемным квартирам. Именно с тех пор получение нового жилья было главным вопросом. Ждали они долго, некоторые ждали и более 10 лет. Но вот эта процедура сегодняшняя, она длилась за 2017 год. Мы где-то в феврале начали это, потом выставили на торги, вы понимаете, всю эту процедуру провели. И в течение этого года мы, собственно, купили эти квартиры. Здесь затрачено, конечно, более 4 миллионов областных денег, 256 тысяч – это деньги районного бюджета. Для того, чтобы ускорить процесс, глава Верховского района Виктора Гладских принял решение купить квартиры на вторичном рынке. Люди, так долго ждавшие своей очереди, идею поддержали, ведь строительство нового дома для Верховского района – неподъемная ноша. И вот 29 августа момент, которого долго ждали. Для вас сегодня большая радость. Вы видите перед собой договора социального найма. Это квартиры ваши, ваши ключи. И я думаю, что здесь затягивать, надо вручить вам. Ключи от новой жизни получили 5 семей. У каждой из них своя история. Но, несомненно, этот день останется в памяти на всю жизнь. Улица Советская, дом 55, квартира 31. Квартиру видели? Нет, еще не видели. Ну, посмотрим сейчас. Геннадий и Елена Антонова видят свою новую квартиру впервые. Признаются, жилплощадь достанется сыну. Пара много лет в разводе, но ради будущего ребенка продолжают вместе решать проблемы. Сын наш служит в армии. Я вот сейчас все это сняла и отправила ему под отчет. Он даже не поверил, когда я ему написала, что их с папой выделяют квартиру. Родители были приятно удивлены тем, в каком состоянии находится квартира. Говорят, небольшой косметический ремонт и можно въезжать. Мы просто рады, что нам предоставили такое жилье. Если честно, я не ожидала. Я думала, где-то там. Вообще? Да, потому что с жильем у нас в поселке не очень хорошо. И нового как такового строительства нет. Но мы даже не ожидали, что нам до этого будет. В квартире есть индивидуальное отопление, раздельный санузел, пластиковые окна и даже кое-какая мебель. Слезы радости, улыбка, нисходящая с лиц новых хозяев квартиры, свидетельствуют о том, что эта история обрела счастливый конец, а может и новое семейное продолжение. Ну а может быть новая квартира станет этапом нового в ваших отношениях? Вы знаете, может быть. Все может быть. Все может быть. Жизнь – штука сложная. Тем более у нас уже возраст такой, что нам искать ничего не нужно. Новый этап жизни начался и для семьи Спиридоновых. Борис и Ольгу уже много лет вынуждены были снимать квартиру. Это приличные финансовые затраты, а ведь у молодой семьи двое детей. Весть о том, что близится скорый переезд в связи с получением нового жилья, Спиридоновых настигла за день до. Узнаем вчера. Какие эмоции? Не верил. Просторная квартира, очень светлая, со всеми коммуникациями и мебелью. Будто специально создана для этой семьи. Тем более, что у Бориса и Ольги две замечательные дочки, которые радуются переезду не меньше родителей. Мне хорошо, потому что тут уютно, свет, еще это. Просторно. Водители говорили о переезде, нам не верилось, и наконец-то это совершилось. По проекту квартира была однокомнатная, но предыдущие жильцы провели перепланировку и сделали дополнительную комнату. Теперь в ней-то и будут жить Вика и Настя. Все семьи получили договоры социального найма. На данный момент квартира находится в муниципальной собственности, но при желании каждый из владельцев может пройти процедуру приватизации и стать полноценным собственником. Алина Логутина, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.